Доброе утро! Сегодня 5 декабря, оно у нас началось очень сложно, мы отвели Bentley на операцию, но об этом я сейчас не буду рассказывать, потому что это новогодний челлендж, и он должен быть счастливым. Да, малыш? Да. Сейчас, пока Bentley на операции, мы сходим в кафе, будем ждать, потом отправимся домой и откроем наше задание на сегодня. Надеюсь, оно будет легким, потому что, блин, я не способна сегодня выполнить что-то сложное, и петь песенки, как вчера. Англия, ты что будешь? Я не знаю ничего, здесь кушать кофе просто. Давай. Малышу явно с него вкусненькое такое есть. Здесь, кстати, очень приятно, я кафе не знала, что у нас в кафе такой есть. Роберт, украл мою ягоду. Это мой торт. Коротко о том, как я ем торты. Роберт, тебе вкусно? Да. Ну, это был мой десерт. Ладно. Худей, бьем кофе. Кстати, хороший кофе. Что я еду? Bentley! Пойдем, Робертик. У нас трампет. Внимай его, пожалуйста. У нас проблемы. Бля, ты что? Ты в снегоуборщика заделался? Буэнтли, привет. Привет, малыш. Привет, мой хороший. Мини снегоуборочная машина. Все прошло хорошо. Мы сейчас идем домой с Bentley. Он у меня мини снегоуборочная машина, как сказал папа. Мы сегодня весь день провели вместе с Bentley, потому что он тяжело отходит от наркоза после операции. Лежит, еще ему воротник не нравится. Поэтому челлендж мы будем выполнять уже в ночи. Хорошо, что у нас есть софтбоксы, поэтому вам хотя бы будет что-то видно. Роберт уже намекает, что пора срывать пакетик. Подожди. Подожди. Нет, нет. Сегодня не 31-ая, Роберт. Сегодня 5-ая декабря. Пятая, цифра 5. Срывай. Сильнее, для себя. 5-ое декабря. Итак, Роберт. Роберт по традиции разрывает пакет. Молодец. Какое у нас задание? Кто читает? Я или ты? Я. Читай. Какое задание? Я. Ну ладно, пойдемте разгадывать задание, потому что Роберт половину съел. Сделай новогоднюю делку из шишек. Ловых веток, уры и других шеней. Я так полагаю, что нам нужно сделать поделку из шишек и веток. Какой-то шуры и шеней. Давайте начнем с веток. Так как веток дома у меня мало, я их, пожалуй, закажу. Я сейчас поступлю как настоящий городской житель и не поеду в лес за веткой, потому что уже темно и поздно. Я закажу их в интернет-магазине. Посмотрим, что нам привезут. Отлично. Наши ветки должны привезти через 15 минут. А пока соберем все, что нам понадобится для поделки. Пахнет, знаете, как хорошая баня. Понюхай. Ммм, класс. Обалдеть, пахнет серьезно. Такие мягкие, мягкие. Счастливым угоном пахнет. Да. Вся квартира будет в этом аромате. Ммм, класс, да? Увидев эти ветки, я поняла, какую поделку я буду делать. Нам понадобится вот такая ваза, потому что мой любимый горшок для таких вещей был выброшен мужем, который стоит сейчас за кадром и не улыбается. Чтобы ветки быстро не умерли, у меня есть специальная вот такая штучка. Сейчас покажу, как она функционирует. Я только что замочила в воде вот такой заменитель почвы, который поможет нам удержать ветки в красивом состоянии до Нового года. Вот так. Шаг первый. Поместить ветки в нашу почву. Это будет основанием нашего букета. Но чтобы он смотрелся интереснее, я вставлю туда пару искусственных веток, которые на всякий случай накупила в фикс прайсе. Вот так. По-моему, теперь у нас получается более новогодний вид этого букета. Чего не хватает? А не хватает нам новогодних шариков. Трех шариков будет достаточно, иначе мы перегрузим букет. Теперь добавим несколько вот таких красных бантиков на сами ветки пихты, чтобы они не смотрелись голыми. На сами веточки пихты я повешу вот такие маленькие-маленькие золотистые шарики. И какой же Новый год без снега, правильно, Роберт? Давай. Наш букет уже почти готов. Единственный нюанс, который мне не нравится, это то, что у меня прозрачная ваза, и видно все вот это. Так как я в дальнейшем, скорее всего, ее все равно буду сложно отмывать, то сейчас я пойду в ванную и залью ее золотой краской. Вернусь через секунду. Отлично. Роберт, давай последний штрих от Роберта. Шик. Молодец. Итак, вот что у нас получилось. Сейчас я покажу вам поближе с красивым освещением. Роберт, как ты считаешь, мы справились с сегодняшним челленджем? Получилась ли у нас с тобой поделка новогорец? Да, да, да. Ставьте оценку нашей поделки, делайте свои, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и увидимся завтра. Пока-пока. Пока-пока. Аплодисменты. Пока-пока.